Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Когда-то, несколько тысяч лет назад, вот приблизительно в этот день, друзья, собрались ученики, наверное, так, как и мы. Закрыли двери. Я не знаю, у нас двери закрыты сейчас или нет. И написано, и Христос явился среди них. И Он написано, говорил Фоме. Вот сейчас помолимся, друзья, чтобы действительно Бог говорил к нам. Может, мы тоже те, как Фома, которой веры у нас нет, или, может, слабая вера. Дай Бог, чтобы каждому из нас сегодня говорил Христос. Помолимся мы об этом. Аминь. Господь, мы благодарны Тебе за то, что в этот утренний час мы еще раз можем собраться вместе, как Церковь Твоя. Тех, которых Ты возлюбил, которых оправдал, которых спас, которых помиловал, для которых воскрес Ты собираешь сегодня нас вместе, чтобы укрепить нашу веру. Мы просим Тебя, чтобы Ты благословил нас услышать Твое Слово. Увидеть Тебя, явившегося ученикам Своим. Помоги сердцами нашими увидеть и услышать Тебя, для того, чтобы получить от Тебя назидание, для того, чтобы окрепла вера наша, для того, чтобы мы имели силы исполнить волю Твою, прославить имя Твое здесь, на земле. Мы просим, чтобы Ты благословил наше служение, служение Церкви, молитвы наши, песнопения наши, славословия наши, участие наше, Слово наше. Благослови братьев, которые будут возвещать Слово Твое. Исполни Духом Святым их. Помоги, чтобы мы были укреплены Духом Твоим Святым. Посети тех, которых нету с нами, которые не могли разделить это общение, Господь. Посети каждого и объеди нас Духом Твоим Святым, чтобы во всех нас умножилась слава Тебе, великому, чудному, живому Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. 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 Христос воскрес! Где жало, где силы, он жив, без мертвых он воскрес, не видит трения могилы, Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес! Где жало, где силы, он жив, без мертвых он воскрес, не видит трения могилы, Христос воскрес, Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Да будет слава и хваленье, тебе, Спаситель Божий Сын! Великий честь и поклонение, Побеги вечные огни, Побеги вечные огни! Я рад приветствовать, дорогая церковь, Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Когда один человек покаялся, он занимался художественной деятельностью в одном из заведений, и ему очень нравилось музыкальное сопровождение, ему очень нравилась музыкальная подготовка, и он приходил с одной целью в Дом Божий. Он приходил посмотреть профессионализм этого хорового прославления, но он не искал там Бога. Я прочитаю 62-й псалом, псалом Давида, когда он находился в пустыне, в пустыне Зив, прячась и спасаясь от Саула бегством, и находился в этой пустыне. И он выражает свое томление и свою жажду по Богу. Я прочитаю псалом 62, несколько текстов. Псалом Давида, когда он был в пустыне Иудейской. «Боже, Ты, Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя, В земле пустой, иссохшей и безводной, Чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище, Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь, Уста мои восхвалят Тебя». Давид, тот муж, муж по сердцу Божию, Так написано в Слове Божием. Мы видим его жизнь, его упование, Его основу, которая строилась только на Боге. И свои слова он начинает с обращения Божия. Он признает Бога своей личностью, своим основанием. Многие люди выделяют из своей жизни какие-то божества, И обращаются к ним на «вы». И мы знаем, что интересно, что в нашей Библии написано «ты, Бог мой». Когда люди общаются, и они встречаются впервые, То они сразу определяют свою грань общения, Называют на «вы», как знак уважения, При этом эта дистанция сокращается до прощения «ты». Но Бог так чудным образом оставил, положил основание, Человека поставил над миром, Дал мир во владение, всю землю, И он поставил это общение «ты, Бог мой». Это основа, на которую он может опираться, Это основа, к которой он обращается и говорит «ты, Бог мой». И нет других богов, нет другого основания, Ни того, что меня может терзать и томить. Мы видим, что он находился в пустыне. Пустыня – это отсутствие комфорта, Это пресс-обстоятельств, которые находился там и давил на Давида. Но он обращается «ты, Бог мой». И далее он произносит такие слова «Тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя». То томление не телесное, Не те обстоятельства, которые его придерживали там, Не то гонение, не тот пресс-обстоятельств, как я уже говорил, А именно «тебя жаждет душа моя». И более того, он говорит, что «тебя от ранней зари ищу я». С какого момента у нас, интересно, наступает это зря? Мы пришли на служение сегодня в 11.30. Во сколько я проснулся? Во сколько я начал искать Бога? Во сколько начинается мой день с поиска Бога? Действительно ли мое основание и жажда по Богу? Интересно, что он говорит, что «жаждет душа моя». И более того, в этих обстоятельствах томится плоть. Плоть, которая действительно хотелось бы комфорта. Он говорит, плоть моя томится. Томится по одной простой причине, Чтобы видеть славу и силу твою. Именно в этот момент оно томится и жаждет. Как когда-то, говорит, я видел. Я видел, я чувствовал, я знаю Тебя, Божие. Тогда, в освятилище, где Ты был, Ты мой Бог. И я Тебя видел. И я хочу вновь прильнуть туда и увидеть этого. Моя жажда начинается с раннего утра. Само только, как только мои глаза открылись, Когда я иду в Дом Божий, Что я желаю здесь увидеть? Что я хочу здесь получить? Кого я хочу увидеть? Действительно ли Бог здесь? Мое сердце действительно видит здесь Бога? Давид видел. Давид более того видел силу и славу Его. Когда мы рассматриваем далее текст. «Ибо милость Твоя лучше». Вот это усиление, вот эта сравнительная форма. «Милость Твоя лучше, нежели жизнь». Жизнь человека зависит от милости Божьей. Мы по милости Его пришли в Дом Божий. Мы пришли сюда по милости Его. По милости Его мы открыли эти глаза. Он понимает это, Что жизнь еще на земле продлевается. И это зависит от Бога. Это еще одно обстоятельство, Которое действительно притягивает и тянет нас. Более того, интересно, когда Давид в 67-м псалме, В 36-м стихе, когда описывает, что Бог сошел на гору Синай, Он более того сказал, «Страшен Ты, Боже, в освятилище Твоем». Интересно, люди сейчас говорят, что Бог поменялся. Бог не поменялся. Давид его видел, он говорит, «Страшен Ты, Боже, во все дни Ты страшен, Ты могуч, Сила у Тебя». Осознание приходит от одного, Что Ты создал меня. Он поэтому говорит, «Ты Бог мой». В 138-м псалме, Давид в 13-м тексте говорит, «Ибо Ты, Бог, Ибо Ты устроил внутренности мои И соткал меня во чреве матери моей». Используя такое слово «соткал», сразу представляется ткацкий сонок. Это ниточка за ниточкой. Хотя мы понимаем, Бог создал человека одним словом, но Он знает каждая наша мысль, каждая мысль, которая проскакивает в нашем сердце. Бог знает об этом. И как бы ты ни таил, как бы ты ни прятал от людей там, в глубине своего сердца, в своих мыслях, Бог знает. Кому известно, как не Творцу, человека, наше помышление, наше хождение пред Ним. И когда я иду в Дом Божий, Бог уже знает. Он знает здесь, находится здесь, Он знает мое помышление, направлены ли они к Нему. Действительно ли Бог мое упование? Действительно ли я могу сказать, что Ты Бог мой? Ты тот Творец, Которым я создан. Я тот, Которым движим Тобой и прихожу в Дом Твой, чтобы увидеть лицо Твоё, Силы и Славу Твою. Я хочу иметь это общение с Ним. Ты Бог мой. Когда мы рассматриваем так, что здесь, в наше время, что люди говорят, что Бог изменился, еще раз повторюсь, Бог не изменился. Но мы знаем, что через жертву Иисуса Христа, о том, что мы говорим, о том, что мы проповедуем, мы христиане, называясь христианином, последователя Христа, мы знаем, что мы имеем дух усыновления. Об этом говорится в Римлянам, 8 глава, 15 тексте, что мы имеем дух усыновления. Прочитаем Римлянам, 8 глава, 15 текст. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли дух усыновлением, которым называем Ава Отче». Интересно, что, когда в Матфея ученики желали научиться молиться, в Матфея, 6 глава, 9 стихе, Иисус Христос сам говорит, молитесь же так. И слова начинаются с простой молитвы, которую мы произносим, может быть, даже не задумываются. «Отче наш». Если Давид говорит, «Ты Бог мой», то мы, как христиане, через жертву Иисуса Христа, усыновленные, можем говорить, «Отче наш». На тот момент это было для людей врежущее слово, которое очень сильно резало слух. «Отче», «Отец». Это была еще одна линия, которая сократилась в нашем общении с Богом через жертву Иисуса Христа. «Отче». Мы – дети Божии. Когда мы рассматривали на наших разборах евреям 4 главу, то в 14 тексте написано, что «Имея перед священников великого», то есть Иисуса Христа, и в 16 тексте написано «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати». Через жертву Иисуса Христа мы можем приходить в молитве к нашему Богу. Мы можем здесь, в этом месте, приступать и обращаться к Нему. Если Давид сказал, что «Ты страшен и велик», если действительно вот это была сила без жертвы Иисуса Христа, могли бы мы приходить в Дом Божий, без Его милости склониться пред Ним. Это великая слава, великая честь и милость Бога к нам. И когда мы читаем 2 Коринфянам, 3 глава, 18 текст. «Мы же все с открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Здесь, находясь, видя славу Божию, через жертву Иисуса Христа, через пролитую Его кровь, омытую наши грехи, мы преображаемся в ту славу. Мы называемся христиане. Склоним наши колени, предстанем пред нашим Богом и прославим Его в наших молитвах. Аминь. Утро надежды, яркий рассвет, пелины погребальные сложены. Бог, опустевший светом сокрет, смерти клемм навсегда уничтожены. Рожден, грамм, аминь послан мир, чтоб спасти всех людей земли. Богу уничтожил смех, Он воскрес, царь надежды и любви. Слезы Мария, больные, лёг, возле гроба слуха запустившего. Вдруг она слышит имя Своё, это голос Иисуса воскресшего. Звучит танцевать века, мир на нас и сотрёт все следы и от слёз. Его мы слышим, но это Он, наш Спаситель, Джек Христос. Бухом един и с Богом Отцом, Он и сила, и благословение. С честью вечер, славы и венцов, Он нас садьём в одном искуплении. И мы воскреснем с Ним, Он воскрес, Он воскрес, наш Христос воскрес. Пусть наша опять звучит и хвала, и осана до небес, и мы воскреснем с Ним, Он воскрес, Он воскрес, наш Христос воскрес, пусть наша петь звучит и хвала, и осана до небес. Псалмопевец Давид вот в этом псалме, когда говорит жажду видеть Тебя, силу, славу Твою, дальше он говорит уста мои восхвалят Тебя. Давайте вместе вставши споем тоже общим пением Христа, Творца святых чудес прославлю. Общим пением споем. Во время пения будет участие в материальном служении так же. Псалмопевец 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 Благодарю Тебя, Иисус, за Твое чудное воскресенье и за надежды светлый луч, за всех грехов моих прощения. От побежден и Ты живой, и искупление совершилось. Там на кресте, пролившей кровь святую, Тобою в небо дверь открылась. За грех людской ты жертвой стал, От наказания нас спасая. Ты чашу горькую принял, Нас с Богом примирить желая. О, как прекрасна эта весть! Звучит и ныне всем живущим. Христос воскрес! Христос воскрес! Он жизнь дает всем живущим. Пожаждущий приходит пить Христос живую воду ныне. Он даром всем дарует жизнь. Хвала ему за дар спасения. Христос воскрес! Он воскрес и возникло смертение Среди тех, кто его сторожил. Потому что такого явления Не видал ни один сторожил. Он воскрес и его воскресенье Принесло нам и радость и свет. Да, звучит в городах и селеньях Всем сегодня пасхальный привет! Он воскрес и его воскресенье Принесло нам и радость и свет. Да, звучит в городах и селеньях Всем сегодня пасхальный привет! В те часы предвоскресные темные Когда делалась ставка на ложь Перемены свершились огромные Бог явил свою правду и мощь Он воскрес и его воскресенье Он воскрес и его воскресенье Принесло нам и радость и свет. Да, звучит в городах и селеньях Всем сегодня пасхальный привет! Он воскрес и его воскресенье Принесло нам и радость и свет. Да, звучит в городах и селеньях Всем сегодня пасхальный привет! Сколько раз с того часу приказано С применением наград и угроз О воскресшем молчать, но доказано Этим самым, что жив наш Христос Он воскрес и его воскресенье Принесло нам и радость и свет. Да, звучит в городах и селеньях Всем сегодня пасхальный привет! Он воскрес и его воскресенье Принесло нам и радость и свет. Да, звучит в городах и селеньях Всем сегодня пасхальный привет! Да, звучит в городах и селеньях Всем сегодня пасхальный привет! Христос воскресенье Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя! Он снова жив, наш славный царь царей Иисус воскресший, Аллилуйя, Аллилуйя! Он жив, наш Христос воскрес, Гроб теперь пустой, Аллилуйя, Аллилуйя! Христос воскресенье Все творенье лимбой, Средень и боль, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя! Он, наш Иступитель, Единородный Сын! Он воскрес и вечно жив, Обречен величием, По лесную Бога восемь! Дим, но мы поем, Пречным им царем, Аллилуйя! Он жив! Будем мы всегда Прославляя Христа, Аллилуйя, Аллилуйя! Он жив! Аллилуйя, Аллилуйя! Вознесите к небу кресть, Аллилуйя! Сердце пойте, Богу славу, Наш Господь Христос воскрес! Тот, кто на кресле стал жертвой, Чтоб спасти нас, Гром правил! Иисус Христос, Сарь славы, Смерть навеки победит! Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя! Аллилуйя, Аллилуйя! Он снова жив, Наш славный царь царей, Иисус Христос воскресший! Аллилуйя, Аллилуйя! Аллилуйя, Аллилуйя! Аллилуйя, Аллилуйя! Аллилуйя, Аллилуйя! Все собрались и заперли двери Но упорно твердит Фома Он распятый, я в этом уверен Умер он, это видел я И пока гвоздевые раны Не вложу я свои персты Я не верю вам, братья, мне странно Что в воскресшем он вам приходил А ты не узнал ли во мне себя Все говоришь, не верю я Не вложишь ни персты в раны Христа Вдруг родной и уверенный голос Исполнением избытожных грез Их приветствует мир вами снова Перед ними Иисус Христос Вот к вам не он подходит с улыбкой Может в персты свои вложить Эти руки гвоздями пробиты В это тело вернулась жизнь Не будь неверующим Фома Но верь в меня Но верь в меня Поверь, Фома, своего Христа Воскресшего 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 and no idea where to go. So let's look at what the Word of God has to say to us today, what it's going to shine on today. Jesus Christ, we know, rose from the grave, and we say this multiple times. And towards the end of Luke 24, we see that he enters the scene. Now, this scene is where some disciples have already seen Jesus Christ risen and alive, and they're talking with each other. The brothers from the road to Emmaus, that story, they came back to Jerusalem, and they're talking. They have the door closed because they're still afraid of what the other people might do in Judea to them. But they see that there's some confusion here. Some are excited. They're saying, well, I saw Jesus Christ. And others are confused like Thomas and saying, no way, that can't be true. That's physically impossible. And so Jesus Christ enters the scene here. Verse 36, let's read it together. While they were still talking about this, Jesus himself stood among them and said to them, peace be with you. This is the response of the disciples afterwards. They were startled and frightened, thinking they saw a ghost. Verse 38, he said to them, why are you troubled, and why do doubts rise in your minds? Look at my hands and my feet. It is I myself. Touch me and see. A ghost does not have flesh and bones as you see I have. So amidst all this confusion and excitement, and the disciples don't really know what's fully going on, they don't quite have that full evidence in front of all of them, where they can all agree Christ is truly risen, when they're hearing this news from others who have already seen Jesus Christ, they're still in disbelief. And we see Christ enters the scene, and they're still saying, we don't know what's going on. Why is it important that Jesus Christ says, peace be unto you, or smiram? Well, we say this many times when we begin sermons to one another, peace be unto you. If we look at the Old Testament and previously in Scripture, we would find that every time the Lord had come into the presence of people, and they met with angels, or he spoke with them one-on-one, we see many times when it was the first time that God had spoken to them, people were very much afraid. And the reason for that is when they came into the holiness and the presence of God, they understood that I'm nothing, I'm going to die. And we see this when Moses especially asked to see the full glory of God, and God said, you can't see the full glory of me and still live, but you'll see a part of it. And so when people met with the Lord, they were afraid. But this is a game changer, if you will. Jesus Christ came down onto earth, God himself in the flesh, no longer so that we, when we met with him, we would have the fear of death, and certain death, if you will. But we could have peace, that now he is with us, Emmanuel. That's his name. And so we see the disciples, they're still startled, and they're frightened, but Jesus Christ shows them he's not some ghost that they're just seeing all at the same time. He's there, risen, truly in the flesh. Почему это для нас относится? How is this important to us? Well, we see Jesus Christ, in his word, is offering his peace to you and me. And so there's a couple things that we can take away from this. One is, if you have this peace of God that you've accepted in your life already, then continue glorifying the Lord. We can be thankful that he's truly risen so that we can have peace. No matter what kind of rocks or obstacles come our way, or if there's deep, dark tunnels that we have, he shines the way and gives us this peace. For the others of us that feel that and understand we don't have this peace of God, we can make the decision today to accept his peace into our lives. And before I conclude, just to illustrate the thought, when Jesus Christ is coming by us today, imagine if you're in a cave, and you have this svijunik, right, this headlamp or flashlight, and the batteries have run out. You're by yourself. It's not a good situation. I'm not going to say anyone fell into that situation yesterday. But you can't go anywhere. You're trying to walk, and you might fall. You might take a few steps. You're not sure. There's certain areas that are dangerous. But imagine if another person that was hiking through the same cave, you see a light coming closer and closer, and this person comes to you and keeps going on their way. What are you going to do? Are you going to stay, or are you going to follow them? Because they have a light. I would encourage you, brothers and sisters, if you haven't already, to follow Jesus Christ. He's passing by again. And I would encourage us, if you haven't made the decision already, follow Jesus Christ. Следуйте за Иисусом. Он свет для нашей пути жизни. Аминь. Аминь. Мир вам, друзья, братья и сестры, с праздником Пасхи в эти дни мы поздравляем друг друга словами Христос Воскрес. Воистину Воскрес. Единственное, как я говорил вчера, о чем я жалею сегодня и вчера, о том, что с нами, с нами, с моими детьми, с нашими детьми, с моей женой Оксаной, нет ее сегодня здесь. В связи с спецификой нашей работы, она должна была остаться дома. У нее, у моей жены, сегодня день рождения. Я знаю, что она сейчас нас смотрит. Я хочу сейчас ей сказать, что я ее очень люблю. И что я рад с ней коротать дни моей жизни на этой земле. Бог подарил нам прекрасную семью, пятерых деток. И я рад, что именно от нее Господь мне подарил этих прекрасных детей, с которыми мы можем сегодня служить. Брат сказал о том, что вчера мы имели возможность более узкому кругу, возможно, братьеви и сестер, служить, а сегодня части вашей церкви здесь поместной. Мы хотим сегодня говорить о вере и о неверии. Мы хотим сегодня петь о вере. Мы хотим сегодня петь не просто о вере, о вере в Иисуса Христа, а спасительной вере, которая сопровождает нас по жизни. Первая песня, которую мы хотим сейчас исполнить, вера в жизни крылья нам дает, направляет к небу наш полет высоко над грешной землей. Для души есть радость и покой. Вера в жизни крылья нам дает, направляет к небу наш полет. Высоко над грешной землей для души есть радость и покой. Словно птица в солнечных лучах, с верою молитвенных слезам поднимается душа на горах. Господи, к Тебе твой дивный храм, вера открывает нам глаза, с верою мы смотрим в небеса. Видим то, что мир не видит весь, и душа поет хваленья песть, словно птица в солнечных лучах. С верою молитвенных слезам поднимается душа к горах. Господи, в Тебе твой дивный храм. Субтитры создавал DimaTorzok 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 поднимается с душа к горах, господи к Тебе в твой дивный храм. Христос воскрес! вещает небо, Христос воскрес поет земля. Христос воскрес! ликуют люди. Воистину воскрес! Скажу я, Христос воскрес, где смерть тяжала? Христос воскрес, осилил ад. Христос воскрес для тех, кто любит. Он им готовит вечный град. Христос воскрес для искупления погибших грешников, как я. Христос воскрес, звучат хваления. Он им к нему несется, песнь моя. Аминь. Вера Вера нашу душу к Богу вас несет. Вера лишь одна, а все грехов спасет. Вера вас родит, с Богом вымирит. Вера устоит, скалы сокрушит. Вера так сильна, ведь Богом нам дана, как вера нам нужна. Вера, вера, вера каждому нужна. Вера в Бога многих благ святых полна. Вера зло разрушит и построит храм. Вера в Бога благо всем людским сердцам. Вера возродит, с Богом вымирит. Вера устоит, скалы сокрушит. Вера так сильна, ведь Богом нам дана. Вера нам нужна, как вера нам нужна. Вера возродит, с Богом вымирит. Вера устоит, скалы сокрушит. Вера так сильна, ведь Богом нам дана, как вера нам нужна. Вера, вера, вера каждому нужна. Вера жизнь сдает и царствует она. Вера словом вечным нас научит жить. И надеяться, и верить, и любить. Вера возродит, с Богом вымирит. Вера устоит, скалы сокрушит. Вера так сильна, ведь Богом нам дана, как вера нам нужна. Вера возродит, с Богом вымирит. Вера устоит, скалы сокрушит. Вера так сильна, ведь Богом нам дана, как вера нам нужна. Как вера нам нужна. Христос Христос жил на земле. Христос 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 Огневерия понеслась навстречу будущим неведомым векам. Она неслась, восторгом зажигая через арены парков, через костры, и поколения на зуб их отвечая, а воскресенье весь нам принесли. Христос воскрес! Звучит нам, весь благая, друзья. Сейдар с восторгом воспоем, и воскресенье воспевая ее мы поколением. Дальше понесем. Аминь. Светлый праздник в вышине, мир проснулся в тишине. Всюду радостная весть, Иисус Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Пришло спасенье с небес. Он с нами здесь! Он вновь со мной! Он мой Господь и Бог живой! Пузырь смерти разорвал, и нетленный Бог восстал, Из небеса мы глубин, Возвратился Божий Сын! Христос воскрес! Христос воскрес! Пришло спасенье с небес! Он с нами здесь! Он вновь со мной! Он мой Господь и Бог живой! Это чудо из чудес, Кто поверил в эту весть, Иисус Христос воскрес! Иисус Христос воскрес! Пришло спасенье с небес! Он с нами здесь! Он вновь со мной! Он мой Господь и Бог живой! Он мой Господь и Бог живой! Иисус Христос воскрес! Новый год! Новый год! За дверь stories! Иисус Христос воскрес! Иисус Христос воскрес! ПЕСНЯ 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 Иисус говорит ему, ты поверил, потому что увидел меня, блаженные невидевшие и уверовавшие. ПЕСНЯ 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 состоит с кем-то в каком-то союзе и изменил этому союзу, этот человек проявил неверность. Но вот с неверием намного сложнее. Автор этого Евангелия сам Господь, который вдохновил одного из своих последователей Иоанна, и он стал соавтором этих слов, которые мы читаем с вами сегодня. Имеем в руках это Евангелие, имеем в руках три послания от этого ученика Христа, имеем в руках откровение Иисуса Христа этому же Иоанну, этому человеку, который в своей жизни был просто простым, но профессиональным рыбаком. Цель этого Евангелия, Евангелие от Иоанна, это представить или доказать, что Иисус Христос является Божьим Сыном, представить Божественную сторону Иисуса Христа. Если Евангелие от Луки, оно говорит нам о человеческой стороне Иисуса Христа и представляет Его как Сына человеческого, то Иоанн представляет Иисуса в этом Евангелии как Бога, который взял плоть человека на себя, умолился, вошел в человеческое тело, но одновременно является всемогущим Богом, истинным Богом. Для чего? Для чего Иоанн это делает? Ему важно было, чтобы вот эта личность, которая сошла с небес, чтобы люди, смотря на нее, уверовали в то, что посланный Богом Иисус Христос является Мессией, является Спасителем мира, является действительно тем, о ком Он говорит о себе как. Восьмая глава Евангелия Тиана, когда мы читаем некоторые тексты с 28-го. Итак, Иисус сказал им, когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я и что ничего не делает Себя. Но как научил Меня Отец Мой, так и говорю. «Пославший Меня есть со Мною, Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно». Заметьте, когда Он говорил это, Он говорил о том, кто Он и откуда Он, и для чего Он здесь. Когда Он говорил в это, многие уверовали в Него, и вот тогда, после того, когда люди уверовали в этот месседж от Христа, о том, кем Он является на самом деле, и что делает Он, какова Его миссия. И Иисус говорит уверовавшим Него иудеям. Евангелие Тиана, 17-я глава. Первосвященническая молитва, как мы говорим Иисуса Христа, 8-й текст, смотрите. «Ибо слова». То же самое, о чем говорил Христос в 8-й главе. «Ибо слова, которые Ты дал Мне, Я что сделал? Я передал им. И они приняли и уразумели истинно, что Я ишел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня». Друзья, цель написания Евангелия Тиана – дабы уверовали люди, что посланный с неба Иисус Христос является Божьим Сыном, является Богом, пред Которым нужно преклониться, в Которого нужно уверовать. Итак, вера приходит от слышания Божьего Слова о Христе. Мы об этом с вами читаем. Вера приходит от слышания Божьего Слова о Христе. И когда 24-я глава Евангелия Луки, Христос разговаривает с этими учениками, которые идут в МАУС, 25-27 текст, тогда сказал Он им о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать. Веровать абсолютно всему тому, о чем ранее предсказывали пророки, говорит Христос. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою, иначе вот Моисея и всех пророков изъяснял им, сказанное о Нем во всем Писании. Братья и мои сестры, Иисус Христос является выражением Бога Отца в теле. И вот этот же апостол Фома задает Иисусу Христу однажды этот вопрос. Иисус, покажи нам Отца довольно для нас. Что отвечает Ему Христос? Фома, я столько времени с вами, и ты не видел Отца? Видящий Меня, говорит Иисус, Он видел Отца. А перед этими словами Христос говорит, веруйте в Бога и в Меня. Веруйте. Друзья, цель для того, чтобы Бога, чтобы человек пришел к этому осознанию, пришел к вере, в то, что и смотря на Христа, он смотрит на совершенно абсолютного святого Бога, который взял человеческое тело. Эта беседа происходила вот там, в тайне. Мы называем эту вечерю тайной вечерей. Эта беседа происходила в горнице. Этот вопрос Фома задавал на тайной вечере Христу. Это нечто сокровенное было. Это разговор не о способности, друзья, человека чему-то или кому-то верить. Речь идет о личности Христа, кем Он является на самом деле, что Он совершил и каковы последствия этого. Поэтому спасение, оно возможно только благодаря вере, только через веру и только во Христа, как в абсолютно совершенного Бога. Поэтому я просил бы всех не спешить осуждать Фому. Почему? Потому что, друзья, сомнение – это то, что может присоединяться к нам в процессе нашего пути. Сомнение – это то, что становится рядом и идет вместе с нами. Друзья, сомнение – оно всегда будет колебать нашу веру. Сомнение – оно всегда будет терзать и разъедать наши отношения с Богом. А мы люди всегда одинаковые, абсолютно всегда и абсолютно все. Но есть одна особенность, что вот каждый, и я в том числе, думает о другом не так хорошо, как о себе. Вот в чем наше отличие друг от друга, что каждый из нас о себе думает немножко лучше, чем о ближнем своем. Знаете, вот мы задаем сейчас несколько вопросов себе. Ну вот как можно было не верить Христу? Сколько ты с Ним провел времени, ночей, дней, ел, ходил, слышал Его проповеди, Его учения, видел чудеса? И как можно было не поверить Христу, который начал говорить им о своей смерти, о своем воскресении, о том, что когда это случится, я в Галилее вас встречу? Как можно было не поверить Христу? Мы задаем логический вопрос себе. Как можно было? Как они могли? Друзья, поставьте себя на их место. Мы, наверное, были точно такими же, как и они. Как можно было, уже когда воскресший Христос явился женщинам на пути, как можно было не поверить этим женщинам, которые сказали, слушай, Петр, Иоанн, Андрей, все, кто там собрали, Иисуса живого видели, с Ним разговаривали. Помните, что-то напоминает? Это напоминает, когда ангелы пришли к Лоту. Что подумали вот эти зятья Лота? Шутка. Знаете, друзья, как можно было не поверить этим ученикам, которые прибежали с Иоанна Уса. Они рассказали, что мы шли с ним, мы беседовали с ним, он начал хлеб преломлять и исчез. Как можно? Это не галлюцинации. Это была жизненная реальная правда. Смотрите, сколько свидетелей. Здесь Фома, они при чем? Он один из. Один из тех, кто продолжали упорно стоять на своем. На чем? На неверии. Как можно было не верить пророкам, которые говорили о Христе, предсказывали его страдания? Как? Как можно было не верить, не поверить Фоме, который слышал уже свидетельство от всех? Фома, мы видели Господа. Знаете, на что-то похоже очень сегодня. Есть такое популярное слово среди молодых людей. Сегодня среди молодых людей им нужно удостоверение. Они всегда спрашивают, вот здесь the proof. Докажи мне, где доказательство того, что ты говоришь. Убеди меня в том, что ты говоришь правду. Фома хотел иметь это удостоверение. Хотя Фома хотел убедиться сам лично. И он до конца стоял в своем желании увидеть это своими глазами. Друзья, вера, когда видит, это уже не есть вера. Это константация факта. Вот почему Иисус говорит Фоме, что блаженны те люди, которые не видели и уверовали. Как можно, видя столько чудес, слыша столько слов, продолжать оставаться неверующим? Я невольно вспоминаю, что народ израильский, которого Господь чудным образом вел 40 лет по пустыне, они видели своими глазами и удостоверялись в том, что это делал Бог. И как только Моисей ушел на гору, хватило ровно 40 дней для того, чтобы эти люди сделали тельца. Как можно было так? Друзья, не спешите осуждать этих людей, потому что мы точно такие же. В сути своей мы точно такие же. Как можно было остаться в Иерусалиме, когда Христос говорил, что по воскресенье Моем я хочу встретиться с вами. Где? В Галилее. Как казалось бы, можно было, но это случилось. Поэтому за что упрекал Христос своих учеников, братья и сестры, Евангелие Марка? Евангелие Марка отвечает очень красочно на этот вопрос. За что Иисус упрекал своих учеников? 16 глава, 14 текст. Наконец, явился самим 11 возлежавшим на вечере. И давайте заметим теперь. И упрекал их за что? За неверие и еще за что, друзья? За жестокосердие, что видевшим Его воскресшего не поверили. Почему эти вещи, почему эти два слова? Почему этих два состояния стоят рядом здесь? Почему их Христос ставит вместе? Что такое жестокосердие, друзья? Это когда человек упорно продолжает сопротивляться. Когда этого человека ничего не берет, он блокирует любую информацию, которая способна изменить статус или состояние его сердца. Это непринятие никаким образом правдивой информации из самых достоверных источников, то есть из первых уст. Другими словами, от свидетелей. Проще сказать, это отказ верить. Не случается ли с нами в жизни так, друзья? Когда происходят какие-то вещи, связанные с нами, с нашими близкими, с нашими знакомыми, и мы говорим следующие слова. Я не могу в это поверить. Люди говорят, я видел. Люди говорят, я был там. Люди говорят, это действительно было так. А человек продолжает упорно говорить. Мама говорит о своем сыне. Я никогда не поверю, что мой сын был способен такое сделать. Но друзья, которые были рядом с этим сыном, говорят, мама, мы были вместе с ним, и он это сделал. Эта мама неверующая. Она жестокосердная мама. Она неверующая мама, потому что отказывается верить свидетелям, которые говорят правду. Нет, мой муж, он не мог такого сделать. Нет, моя дочь, она не могла никогда оказаться там, где она оказалась. Ей говорят, мама, но это было. когда говорят человеку, что он пьяный сел за рулем. Нет, это не мой сын, это чужой. Говорят, что кто-то уснул за рулем. Нет, мой муж никогда не спал за рулем. Друзья, есть вещи, которые очень близки нам. Почему? Мы из этой же компании людей. Мы из этой же семьи. Мы вместе и с Фомой, и с этими апостолами, и со всеми, кто стоял в этой армии неверующих. Мы же оттуда. Знаете, когда апостолы проповедовали в день Пятидесятницы, посмотрите, другое состояние или реакция людей. Вторая глава, 37-38 текст. Услышав это слово о Христе, они, смотрите, что сделали, умилились сердцем. Они не стали в позу, я бы так сказал, они не стали в оппозицию, они не заняли позицию неверия. Когда они слышали слово о Христе, о живом воскресшем Христе, они, сказано, умилились сердцем. К чему это привело? Это привело их к покаянию, это провело их к жизни с Богом, это провело их к вере. Когда человек жестокосердный, он будет оставаться в неверии до тех пор, пока он не смирится, пока он не сокрушится, пока Бог не приведет его в состояние, знаете, такого смятения глубокого, до тех пор человек будет оставаться в неверии. Неделя Фомы, говорят, так называют в народе. Я думаю, друзья, что это не была неделя для Фомы, это была целая вечность для Фомы. Он ждал встречи с Христом, он понимал, что будет разговор. Когда Петр отрекся от Иисуса, Петр прекрасно понимал, что будет разговор. Дети, когда что-то сделают не так, да, я тоже был таким, как и вы, и когда где-то нашкодничал или еще что-то сотворил, я понимал, что будет разговор. С папой будет разговор. И вот этого разговора ждал Фома. Знаете, у Господа для нас в подобных ситуациях всегда есть что сказать. Всегда есть что сказать. Люди, знаете, хотят доказательств очень часто. И вместо того, чтобы по-детски поверить, мы говорим, я хочу доказательств. Однажды, помните, один человек попросил, Господи, если это правда, что ты говоришь со мной, если это действительно так, то сделай, пожалуйста, чтобы на шерсти была роса, а на земле не было росы. Мы хотим каких-то дополнительных доказательств того, что Бог есть Бог, что Христос есть Сын Божий. Мы все люди одинаковые. А вера, она дальнозорка, она видит невидимое, невидимое то, что еще не совершилось. Пророки предсказывали страдания, смерть и воскресение Христа. Они не видели это своими глазами, но духовным своим зрением они видели это, как свершившийся факт. это вера. Вера привела слепого в Артемея ко Христу. Она не требует доказательств, она доверяет как ребенок просто искренне тому, что слышит из уст Господа. Это вера. Вера, она ведет человека за пределы земного бытия и помогает ему преодолевать все трудности жизни и побеждать этот мир. Это делает вера. Как часто мы встречаем это выражение в Писании народ слепой? И удивлялся Христос, удивлялся апостол Павел, который тоже дублировал этот текст из Старого Завета. Он говорил, что люди эти глаза имеют, они видят. Люди эти уши имеют, они слышат. Причина какая? Сердце их огрубело. Сердце их жестокосердное, сердце их непробивное. Вот туда лучик Божьего света не может проникнуть, чтобы разрушить эту твердыню неверия. Человек стал в оппозиции Богу. Как узнать Христа? Узнать Христа можно через Его действия. Помните в МУС, когда эти люди шли и когда они пришли в дом? Ну, с ними шел попутчик, с ними шел странник, с ними шел человек, он заинтриговал их. Когда они узнали Христа в преломлении хлеба? Что-то особенное они увидели в этом действии. До сих пор они ничего не замечали и не подозревали, и не видели, и не думали, и не верили. Но вот преломление хлеба, и сказано, что он стал узнан ими. Мария стоит в саду, смотрит на него, садовник стоит. Как Мария узнала Иисуса? Голос Его. Настоящий христианин, верующий человек, знает Иисуса по этим признакам. Он голос Его знает. Он слышит Его. Друзья мои, Христос говорит Фоме, блажен тот, кто не видел и уверовал. Вот сегодня вся эта группа людей. Никто из нас не видел Христа во плоти, как Фома. Никто. Но мы называем себя верующими по какой причине? Помните, когда апостол Павел пишет второе послание Коринфянам, он говорит, мы отныне уже Христа не знаем по плоти, он ушел на небо. Если знали кого-нибудь, то больше не знаем. И Христос говорит Фоме, блаженны не видевшие, а уверовавшие. Блаженны не видевшие, а уверовавшие. Сегодня каждый человек, я говорю, на основании слов о Христе из Писаний, самим Христом назван блаженным. Сердце человека, оно лукаво и крайне испорчено. Книга пророка Иеремии. И вот жестокосердие нашего сердца, оно не желает уступать умилению пред Богом, согласию с Богом. Вспоминайте последнюю голову Деяния апостола. Апостол Павел находится в Риме и собирает всех иудеев, которые находились и начинает с ними разговаривать. Он начинает их убеждать. Он начинает им доказывать из Писаний, что все то, что пророки предсказывали об Иисусе Христе, оно совершилось с приходом Мессии на землю. И посмотрите, назначив день 28-23, очень многие пришли к Нему в гостиницу. Он с утра до вечера излагал им мучения о Царстве Божьем, приводя свидетельства и удостоверяя их об Иисусе из закона Моисеевам и пророке. Посмотрите дальше. Одни убеждались словами его, а другие не верили. В Ариапаге, в Афине, когда Павел проповедует, сказано так, что он начал говорить о воскресении, о жизни. Одни начали насмехаться над ним, а другие говорили, послушаем тебя в другое время, но были люди, которые приняли это в свое сердце, глубоко в свое сердце, друзья. Поэтому смирение перед Богом, оно приводит к умилению, другими словами, к восприятию и принятию Божьего Слова в нашу жизнь. Хочу задать простой вопрос. Что значит для нас сегодня слова, которые сказал Иисус Христос Фоме, не будь неверующим, но верующим. Я задам простой вопрос, как мы представляем, друзья, какой у нас образ неверующего человека? Вот если бы нарисовать портрет и сказать, охарактеризуй неверующего человека, кто он? Ну, как правило, бытует мнение, знаете, каких-то таких наезженных грехов, с которыми у нас ассоциируется образ неверующего человека? Мы говорим, ну, курит, пьет, ругается матом, в наколках, изменяет жене, все. Но слово быть, оно означает являться таким по сути, по содержанию своему. Быть. С каким портретом вот у нас ассоциируется сегодня неверующий человек? Давайте посмотрим в Писании. Послание Коринфянам, 6 глава, 1 Коринфянам, 6 глава, 9-10. Посмотрите, что говорит апостол Павел. Или не знаете, что неправедное Царство Божие не наследует? Некоторую перечень только. Не обманывайтесь, ни блудники, ни дослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники. Царство Божие не наследует. Маленький портрет, неполный абсолютно неверующего человека пред Богом. Друзья, когда мы откроем Римлянам 1 главу, этот портрет намного встает ярче с 28 стиха 1 главы. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог приратному уму делать непосредство. Так что они, заметьте, исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивые, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, гордые, изобретатели на зло, непослушные родителям, безрассудные, вероломные, нелюбовные, непримиримые, немилостивые. Портрет увеличивается, список удлиняется, и это далеко не полный перечень вот этого, вот этих красок, которые представляют нам образ неверующего человека перед Богом, что говорит апостол Павел, а он говорит следующее в 11 стихе этой 6 главы, первое послание Коринфянам, посмотрите, он говорит, и такими были, заметьте, друзья, были, это состояние прошлого, но, и вот три момента, которые Павел здесь говорит, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Человек был таким, а теперь стал другим. И на этом конец. А тем, которые приняли Его, то есть стали, дал власть, верующим во имя Его, дал власть, скажите следующее слово, быть. Я говорю сегодня о состоянии быть. Это состояние, которое получило начало и должно иметь продолжение. Это не просто свершившийся факт. Я стал верующим, делу конец. Это состояние, друзья, которое получило начало. Другими словами, мы стали верующими, и Бог дал нам возможность, я говорю, не только стать, но быть Его детьми. И поэтому, когда Христос говорит о просьбе своим последователям, прибудьте во мне, это означает, оставайтесь там, где вы находитесь. Если вы находитесь во мне, прибывайте во мне, оставайтесь там, где вы находитесь. Это слово быть. Это не только стать. Поэтому быть верующим, друзья, это подтверждение того, кем ты стал, и кем ты являешься на самом деле сегодня. Это быть. Быть верующим, это нужно ходить. И апостол Павел, когда пишет послание Колоссянам, посмотрите, очень красочный текст. Колоссянам 3 глава, 10 текст. «И облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. Облегшись в нового человека, который что, обновляется, каждый день ищет этой святой, Божьей, богоугодной жизни и присутствия Бога в своем сердце. Это быть. Это получив эту жизнь божественную, в этой жизни продолжать ходить. И когда вы встречаете в Писании слово «Верующий в меня» на суд не приходит. Там очень правильное слово стоит. Там не сказано «Уверовавший в меня» на суд не приходит. Верующий. Другими словами, продолжающий верить. Продолжающий в этом состоянии веры находиться. А вот почему Иисус говорит Фоме «Не будь неверующим, но быть верующим». Быть верующим, друзья, это возлюбить. Чистое словесное молоко. Быть верующим это поступать достойно Бога. Во всем написано «Угождая Ему». Быть верующим это жить достойно благовествования Иисуса Христа, сравнивая свою жизнь и поступки с Писанием. Все ли я делаю так, как делал Христос? Потому что тот, кто говорит, что он знает Бога, он должен поступать. Каким образом? Так, как он поступал в этом мире. Это быть. Это постоянно быть таким и подтверждать это своей жизнью. Быть верующим, друзья, это не просто притворяться. Это не лицемерить, это не обманывать ни себя, ни ближних. Это не делить свою любовь к Богу с этим миром. Это иметь ум и характер, и Дух Христов. Это просто жить жизнью достойной Бога. Итак, друзья, мы идем сейчас к молитве. Христос говорит, верующий в Меня, уверовавший и продолжающий находиться в этой вере. В ней нужно расти, в этой вере. Научиться не просто верить в Бога, но доверять Богу. Это следующий этап нашей веры. Доверие наше Господу. Это взгляд с надеждой вперед. Это жизнь не отчаяния и безысходности, а жизнь надежды. Вот это значит быть верующим. Это значит, что быть даже примером в скорбях, которых у праведника очень много, но надежда Господь. Это быть образцом всегда и везде, и во всем, особенно для верных. Так учил апостол Павел. Если ты уверовал во Христа, продолжай идти, продолжай до конца верить. Апостол Павел говорит, что вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте как чадо света. Знаете, друзья, когда я смотрю на жизнь Фомы, которого люди спешат осудить, я смотрю на конец Фомы. Вот Фома не был неверным. Фома до конца оказал глубокую верность и привязанность своему Спасителю. История и предания говорят, что по жребию, которые апостолы бросили между собой, ему выпало пойти в Индию, в которую он очень не хотел идти. И вот там, после определенного этапа жизни и проповеди Евангелия по приказу царя, он был пронзен копьями за веру во Христа. Этот человек до конца остался верным своему Господу. Этот человек доказал свою веру делом и до смерти сохранил и веру, и верность Господу. Что и требуется сегодня от нас. Не будь неверующим, но будь верующим. Мы не видели Христа во плоти, но мы видим Его верой наших духовных глаз и мы ожидаем этой славной надежды воссоединения с Ним и со всеми святыми вечности. Как хорошо рассуждать на эти темы в эти дни. Исследовать свою жизнь и сердце и нашу веру пред Богом. Пусть благословит нас Господь, друзья, всех поступать. Это значит быть каждый день достойно учения Иисуса Христа. Это значит быть верующим. Да благословит нас всех в этом Господь. Помолимся Господу нашему. Аминь. Отец Небесный, благодарим Тебя сердечно за то, что сейчас представ перед Тобой Богом живым. мы можем осознать все то, что Ты сделал для нас, послав этот мир своего единственного возлюбленного Сына, который является Сыном Божьим, который является выражением Отца на земле, в Которого мы сегодня получили право и возможность уверовать в Его жертву за наши грехи и в то, что смерть не возымела над Ним никакой власти, потому что Он является жизнью. Вот почему смерть не смогла удержать Его в могиле. И эту жизнь свою, Божью, Он теперь дарит всякому, кто умиляется своим сердцем, слыша слова о Христе. Господь, мы ничем не лучше других людей. Мы однажды услышали, будь от кого-либо, мы услышали весть о Тебе. Мы услышали не просто истории и красивые, мы услышали суть, мы услышали правду, мы услышали истину, и мы смирились пред Тобой. И в этом наше счастье, в этом наша радость. И мы этой жизнью хотим сегодня делиться и радостью о том, что мы спасены с другими людьми. Помоги нам не быть неверующими, помоги нам всегда доверять Твоим словам. И то, что Ты сказал в Твоем слове, оно однажды обязательно должно совершиться, потому что это слово всемогущего Бога. Благодарим Тебя за это слово, за эти напоминания из Евангелия, за предупреждения Твои, что блажен Тот, кто не видел своими земными глазами, но уверовал сердцем, однажды увидит Тебя воочию. И мы увидим Его, как Он есть. Благодарим Тебя за это обетование и за эту надежду радости встречи с Тобой и со всеми святыми. Благодарим Тебя за это общение, за возможность быть вместе, поклониться имени Твоему Святому. Тебе хвала, Господь, Тебе слава, Богу Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Очень часто мы не знаем истории правдивых написаний песен. Песню, которую мы сейчас споем, я всегда думал, что ее написал кто-то из украинцев, может быть, это кто-то из семи, даже Давидюков, которые пели ее, но когда я познакомился с историей этой песни, казалось, друзья, что это не так. Эта песня родилась здесь в Тексусе, в Америке в 1949 году. Однажды молодой начинающий бизнесмен, христианин, у которого дела не пошли так хорошо, как он думал, и он решил куда-то уехать за город, в пригород, куда-то в бедный район. Оставив свою машину, он прогуливался и забрел на какую-то улицу и увидел там старый заброшенный разрушавшийся домик, у которого играла девочка, которая была очень грязная, неряшливая, у которой была кукла, а в ней была оторвана рука уже пух и перья уже вылетали с этой куколки, дом был готов уже вот упасть, разрушиться. Но он увидел какой-то отблиз радости и счастья на лице этой девочки, он спросил, девочка, почему, почему ты такая радостная и счастливая? Ведь посмотри, в каких обстоятельствах ты живешь. На что она ответила, дядя, разве ты не знаешь, что мой папа, он получил наследство, и вот там за этим горбом, за этим холмом, он строит нам огромный дом, в котором мы будем жить. Эта история настолько поразила его, что на следующем собрании он рассказал эту историю. В этой церкви сидел один христианин по имени Айра, и он сказал себе, наверное, нужно как-то отреагировать на эту историю. И в этот же вечер он написал и слова, и музыку к этой песне. Потом эту песню мы однажды услышали в Мексике, когда мы посещали с группой детей. Мы услышали ее на испанском языке. Оказывается, что родина здесь, в Америке. Мы хотим ее исполнить на том языке, на котором мы ее узнали впервые, на украинском языке, с этой маленькой девочкой, которая ожидает тоже дома на небесах. Играет музыка. 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 Де не старею, де вечно весна, И вечно буду с Иисусом там жити, Коли віду я до небеса. Хоч зустрічаю, Горе я і біду, Та добре знаю, Що до неба йду, Лише до часу Я з'явився сюди, У небі буду, Я з Богом завжди я маю місця, Там у славній країні, Де не старею, Де вічна весна, І вечно буду с Иисусом там жити, Коли віду я у небеса. Коли віду я у небеса, Де віду я маю місця, Де віду я маю місця, Говорит, он не тільки до Індії прошел, Он прошел Палестину, Ближний Восток, Азію, Китай, В Індії мученически закончилась його жизнь, То, що совершає Господь. Дай Бог, друзі, Чтоб ми також имели це желання Встретитися со Христом, А якщо встретилися, Чтоб бути, Будь с Ним. Давайте вставши, Помолимся, Поблагодарим нашого Господа. Наш живой воскресший Господь, К Тебе йдем в этот дневной час, Благодарим за Слово, Которым Ти укреплял, Назидал, обличал, Наставлял нас И укреплял нашу веру. Мы в этом нуждаемся, Господь. Мы все такие же слабоверные. Мы так же нуждаемся, Чтобы Ты явился нам, Господь, Чтобы мы видели Тебя воскресшего, Чтобы мы видели и слышали голос Твой, Чтобы мы видели путь, По которому Ты идешь, Чтобы так же наша вера Укреплялась Тобою. Благослови, Господь, всех нас, Чтобы действительно мы Не только назывались, Но были настоящими верными Тебе. Укрепи, Господь, нас И благослови в предстоящем пути, И вот на предстоящую неделю Пошли силу Твою И Твое руководство в жизни нашей, Чтобы мы могли Исполнить служение, Которое Ты получаешь нам, Чтобы мы могли быть светом, Чтобы мы могли прославить Имя Твое здесь, на земле. Господь, мы просим, Чтобы Ты распустил нас С миром в этот час. Благодать Твоя добудется всеми нами. Во имя Иисуса Христа Мы просим Тебя И поклоняемся и славим Тебя. Бог Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. С миром Божьим, братья и сестры.